Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша. И в этом видео мы с вами сделаем аксессуар, который дополнит образ и поможет вам избавиться от остатков ткани, которые у вас остались после пошива. Например, у меня осталась классная джинса, но ее осталось столько, что ее не хватит на какое-то изделие, а выкидывать отрез целый жалко. Поэтому я нашла ей применение и сделала вот такой прекрасный цветок, ну, что-то напоминающее хризантему. Я в этом видео покажу, как сделать такой цветок, а вы уже определите, куда его можно использовать. Например, кроме того, что мы его сделали как брошь, его можно, например, и нашить на какие-то изделия, и получится что-то тоже очень-очень красивое. Итак, для создания цветка нам потребуется ткань какая-либо. У меня джинс, нам нужно ее будет подготовить. Вот так изначально выглядела ткань. Посмотрите, она мягкая. Да, она плотная, имеет плотность 310 грамм, но она достаточно, видеть, такая мягкая, как бы в складочке собирается. Нам нужно добиться вот более такого эффекта плотной ткани. Вот это та же самая джинса. То есть это кусок, выкроенный из этой джинсы, уже подготовленная. И посмотрите, насколько она плотная. Вот, посмотрите, я складываю. Как бы вот она колышком стоит. Для того, чтобы ткань стала такой жесткости, необходимо сделать раствор. Простая вода и клей ПВА в соотношении 1 к 2. То есть, например, 6 ложек воды и 3 ложки клея. Замешиваем хорошенечко этот раствор. Можно использовать кисть. И наносим с помощью губки на всю поверхность. С лица и также с изнанки. И затем просто нужно повесить, чтобы ткань просушилась. Можно еще ткань нажелатинить вместо вот этого. Но мне кажется, что с ПВА гораздо проще. Также нам потребуется клей-пистолет. У меня клей-пистолет от фирмы Hobby & Pro. Я его купила на Озон. Оставлю ссылку на него и артикул в описании. Клей для клеевого пистолета. Но в наборе здесь есть 2 штучки. Я думаю, что может быть этого и хватит. Для удобства буду использовать вот такой коврик. Он у меня тоже от Hobby & Pro. Как-то вам уже его показывала. В общем, буду на нем все делать. Это удобно. Для этого коврика у меня есть вот такой раскроенный нож. Кроить буду ножницами. У меня такие вот 2 разных варианта ножниц. Одни подлиннее, другие для более точечных таких работ. Тоже посмотрим, с какими будет более удобно. Тоже оставлю артикул на них в описании, если интересно, какие портновские ножницы я использую. Кстати, недавно организовала свое швейное пространство. Заново все обустроила. И мне понравилась эта этажерочка для швейных принадлежностей. У меня здесь все создано для моего удобства, быстрого доступа. Здесь у меня всякие раскроенные принадлежности, мелки и обмылки. Сверху, например, уместились пульки. Набор шпулек. Здесь для разметки у меня еще лежат вот так маркеры. Их классно ставить вот сюда. Но у меня места не хватает, чтобы задвинуть тогда эту коробку. Поэтому я их вот так кладу. У меня тут вот лежат. Кстати, вот этот очень классный маркер. Идеально удаляется. Очень его люблю. Ну а мы будем, так как у нас джинса, использовать портновский мел восковой. Буду использовать белый. Вообще гениальная вещь. У меня все принадлежности, которые необходимы для шитья, здесь расположены. Это очень, оказалось, удобно. Разные иголки, всякие необходимые булавки, всякие принадлежности. Кстати, вот эти еще иголки мои любимые я вам покажу. Фирма Пони. Я их вам уже показывала не раз. Обожаю эти иголки. И джинсу я шью этими иголками, вот этой соточкой. Идеально. Еще вам потребуется циркуль. Или, например, я возьму тарелочку. Для того, чтобы выкроить кружочки. Я определила размер цветка, который хочу. И он равен вот примерно этой тарелочке. Прям краю вот так. И размечаю ее. Обмеляю. Это будет основа. Такой первый круг. Второй круг должен быть меньше примерно на 5-7 миллиметров вот этого круга. К сожалению, циркуля у меня нету. Поэтому мне придется использовать портновскую линейку. Здесь у нас получается диаметр 17. То есть нам нужно сделать диаметр примерно 15,5. То есть здесь у меня должен расположиться круг. Сейчас будем его чертить тоже с помощью тарелки. Но уже другим диаметром. 17 у меня это первый. Следующий будет у меня получается 16,2. Вот здесь я расположу. Потому что вот этот я сделала следующий. Третий у меня будет. 16,2. Круги готовы. Нужно их выкроить. Я на всякий случай подпишу вот здесь вот 2. Очередность кругов. Ну, на всякий случай. Получается тут у нас 1, а это у нас получается 3. Также необходимо будет нарезать несколько полосок определенной длины и ширины, так скажем. Чтобы лепесточки лежали более интересно, мы сделаем несколько линий по косой. Я примерно себе размечу эти линии. Чтобы не ошибиться. Одна у меня будет 2,5 см и сужаться к 2. Другая у меня будет 2 см и сужаться к 1,5 см. С двух сторон сужается, поэтому я тут отступила. Так, и 1,5 см сужается. Сужается, например, к 1 см. И дальше сантиметр сужается к 0,7 см. Ну, прям вообще к такому, можно сказать, к окончанию такому. Вооружусь ножичком. Отрезаю от эти уголочки. Я их тоже подпишу. 1, на всякий случай 2, 3 и тут будет сложно. Ну, можно, 4. Теперь приступим к лепесточкам. Нужно будет порезать детали таким образом, чтобы создать лепесточки. Вот так и еще в серединке порежу. И каждый вот этот вот лепесток нужно еще закруглить. Вот так. Вот. Вот. Можно потом более точечно какие-то не очень удачные линии подрезать. Так, сейчас посмотрим, что должно получиться. Ну, вот. Примерно такая картина должна у вас получиться. Точно так же делаем остальные кружки. Я подготовила 4 вот таких вот очаровательных цветочка. Нам необходимо еще вот эти вот полосочки надрезать. То есть тоже сделать из них такие вот лепесточки. Нам нужно также надрезать эти полосочки. Только с одной стороны, соответственно. Ну, примерно на ширину лепесточка. И эти тоже лепесточки необходимо тоже так вот срезать под уголком. Здесь, конечно, будет гораздо сложнее, чем с цветочком более крупным. Ну, мы будем стараться. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось с первым. И где мне не нравится, я еще, соответственно, еще подрежу. Прямо даже более точечно. И так же я вижу, что следующие лепесточки будут делать более узкими. То есть следующую полосочку. И так же делаем с остальными полосочками. Так, я разрезала вот эти вот тоже полосочки. У меня здесь случайно разрезались вот эти маленькие. Ничего страшного. И я хочу немножечко осветлить. Ну, прям буквально чуть-чуть осветлить лепесточки нижние. Можно нанести, я уже попробовала на отдельном кусочке. Можно нанести вот так вот краску кисточкой. Можно кисточкой вот так немножечко. Они прям не сильно будут прям заметны. Но вот мне хочется, чтобы сердцевинка была как бы более такой темной. И на фоне этой более темной сердцевинки были более светлые, там и по себе вот эти вот листочки. Я прям уже посмелее решила сделать, потому что не очень было видно. Ну, прям хочется, чтобы нижние были прям светлее. И смотрите, дальше я буду немножко формовать каждый лепесточек. Я беру ножницы, и пока немножко они такие даже влажные, даже нам на пользу пойдет. И вот так вот ножницами делаю каждый лепесточек. Выворачиваю его как бы внутрь. Во-первых, мне хочется немножко добиться такой вот рваного края, так скажем. Немножко, да, он будет такой вот завихренный. Получится, что у нас более объемный такой цветочек получится. Можно еще теплой ложкой, например, сделать такой тоже эффект. Я хочу попробовать вот так. Чтобы закрепился цветок в нужном направлении, поставлю его стакан. И вот как бы так вот его немножко наложу. Нужно, чтобы просохла деталь. Делаю все то же самое с другими лепесточками, но уже, наверное, буду меньше беленького давать. Здесь чем ближе к серединке, тем меньше будет у меня белого. Приступаем к самому интересному, к сборке цветочка. Вот эту пушнинку я не выкидываю, она нам понадобится. Пусть пока здесь побудет. Так вот я ее соберу. И я еще собирала вот эти вот обрезочки. Не знаю, понадобятся они или нет, но на всякий случай. Открываем клей. Клей-пистолет. Обязательно читаем инструкцию перед применением. И у нас здесь вместе с клеем идет подставка под пистолет. Вот такая. Обязательно будем ставить на нее. Для начала я подготовлю сердцевинку. Беру клей-пистолет. И на эту сердцевинку наношу клей. И приклеиваю пуговичку. Вместе с бортиками надо ее приклеить. И сюда я хочу немножко наклеить как раз вот этой вот шелухи, которая у нас осталась. Чтобы создать эффект такой пыльцы. Так, немножко размножим. И накидаем вот этой вот шелухи сюда. Такая получается красивая серединка. То же самое, что и с листиками. Нам необходимо сделать с полосочками. Тоже сформовать такие вот закругленные листочки. То же самое делаю ножницами. Чуть более аккуратно. Потому что здесь более тонкие получаются лепесточки. Но если там что-то повредите, то ничего страшного. Ну, будет незаметно. Мы на эту серединку еще нанесем по бокам клей. Мы начинаем именно с узких самых. У нас получается с вами вот такая сердцевинка. Мы ее будем располагать в серединке. Но и это еще не все. К более таким толстеньким уже полосочкам. И каждую полосочку нам необходимо приклеить к предыдущей. Начинаем от тонкой самой и заканчиваем самой толстой. Получается вот такой уже красивый бутончик. Мы продолжаем. Нам осталось еще одну. Внахлест немножечко здесь сделаю. Вот такой красивый бутончик у нас получился. Чуть-чуть его так вот подраскрою немножко. Так, я смотрю на цветок. И я понимаю, что мне не хватает еще кругов. Ну, круга два, наверное. Чтобы цветок был таким целостным. Я имею в виду, что вот здесь еще не хватает круга два. А то и может быть три. Я сейчас думаю, что если мне сделать еще три круга. Но расположить именно вот таким вот образом листочки. То есть в разные стороны. Синяя. Чтобы у меня закончилось в итоге. Ну, что тут, предположим, будет светленькая. Сверху темненькая. И закончилось все это темненьким именно. Мне кажется, так выглядит роскошнее. Но мы добавим еще два круга. Как минимум два. Смотрим, как получится. Не будет ли сильно нагружено пышным. Вот окончательный цветочек у нас должен быть примерно, ну, немного больше, чем сердцевинка. Давайте также подготовим вот эти кружочки. И будем собирать дальше цветок. Я примерила новые три кружочка. И вот, что у нас будет получаться. И теперь мне все очень нравится. Мне кажется, так будущая брошь, брошь-украшение выглядит очень целостно и красиво. Такая вот у меня конструкция здесь. И чтобы ничего не перепутать, я просто сниму детали до первого слоя. И вот таким вот образом его переверну, тут рядышком положу. И будем мазать клеем серединку и приклеивать слой за слоем. Будем именно в серединку приклеивать. Не затрагивает лепесточки или даже не выходя за вот этот вот круг. Помним, что у нас все расположено как бы зеркально. И мы пытаемся вот так вот между лепесточками вложить эту деталь. За счет того, что у нас в разные стороны были загнуты детали, и у меня теперь цветочек такой более пушистый в разные стороны получился. Интересный эффект, я его таким и оставляю. Дальше тоже в серединку и учитываем направление лепесточков. Продолжаю. Сердцевинка все меньше и меньше. И заканчиваем вообще обрубочком таким вот, потому что я его распрямляла в разные стороны, но у меня немножко порвался. И в этом ничего страшного нет, потому что цветы тоже не, знаете, такие уж прям идеальные. Все, и теперь нам остается приклеить только сердцевинку. Сейчас мы ее наметим, как она тут будет выглядеть получше, с какой стороны ее. Ну, в принципе, вот так. Я на сердцевинку наношу клей и придавливаю. Такая красота у нас получается. Давайте подготовим теперь застежку для нашей броши. Либо ее можно просто нашить, приклеить, собственно, куда вам хочется. Для такой достаточно большой броши, если будете делать брошь из этого цветка, необходима вот такая достаточно большая булавка. Какой-то предмет надо обвести. Это что-то, что вы обводите, должно быть больше, чем застежка. Застежку располагаю немножко выше, чем середина, то есть повыше вот прям. И отмечаю место отверстий. Проделываю здесь, в этих местах, соответственно, отверстия. Очень аккуратно. Просовываю застежку в отверстие. Вот так, чтобы она вот с этой штучкой там была. Ножка вырезаю прям квадратиком таким. Вот. И застегиваю. И у нас получается вот такая застежка. Для надежности лучше еще вот здесь вот и проклеить. А затем вы просто эту застежку приклеиваете к вашей брошке. Так, чтобы вот этот центр именно был повыше. Видите, вот. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, спасибо, что были со мной и посмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео и оно было полезно для вас. Подписывайтесь на мой канал, мы увидимся очень скоро в новых видео. Я всех целую, пока-пока!